всем привет с вами ремонт apple алматы и сегодня мы будем собирать из вот этой кучи запчастей macbook получается 13 дюймовый в корпусе unibody пластиковый белый эти модели выпускали с 2009 года по 2010 все и на этом они компания прекратила их выпускать номер у них а 1342 если вы помните нижняя часть у них идет такая резина вот мне подогнали клавиатуру с кейсом и у меня еще были запчасти разные матрицы и так далее вот этот вот из этой вот этой кучки я сейчас соберу дал еще один макбук вот благодарю димку за то что подогнал кейс клавиатуры мне как раз для сборки не хватало именно этой детали все остальное уже у меня есть итак поехали старт у нас есть на диске у меня стоит сиро обычно и 1 серый у нас загрузится значит у нас плата 2010 года не нам повезло если было 2009 года то у нас при загрузке сиры он просто перечеркнутый кружок показал бы я поставил тестовый ssd диск с обычной сиры и вижу что он загружается отлично супер компьютер загрузился но также нашел нашу батареечку вот сейчас его перевернул закрою крышку соберу и будем его тестить но я тогда со своего старого компьютера переставлю свой жесткий диск и уже буду на нем работать вот у меня тоже есть моделька 181 еще видите с кнопкой это мой рабочий компьютер теперь я думаю перейду на тот вот потому что этот уже совсем устарел здесь нету дисплей порта разъема вот и но в принципе вот этот он намного крепче того ну и так сказать здесь у меня стоит или капитан это максимально поддерживаемая версия а здесь уже работает сиро что очень радует поэтому я просто оттуда перенесу свой ssd жесткий диск не буду на нем работает я поставил свой ссд диск на 256 гигабайт батарейка у меня оказалось живой что очень радует память 4 гигабайта ddr 3 получается 1066 но я вам более скажу это плата десятого года и максимально поддерживаемая память 16 гигабайт который очень трудно найти хотя можно поставить 1333 от кинстон нельного типа она тоже будет на нем работает замечательно прекрасно без лагов и без багов вот все теперь я закрываю нашу резиновую крышечку все это дело собираю и уже встраиваю на операционку уже под это железо все это делается очень легко сейчас все покажу вам крышечка наша очень печальным состоянием поэтому у меня когда я покупал на запчасть осталось вот этот кейсик все недостатки можно будет скрыть нашим кейсиком вот так вот болтов естественно нету по периметру 4 болта нашел и закрутим все теперь этим кейсом скрыл наш недостаток вот где-то наверное если ответ не крышки надо будет поискать нет он у меня лежит только не знаю где но у клавиатура есть проблема клавиатуру которую мне подогнали у него видимо есть залипание клавиш ну вот а я уже обрадовался вон видите то есть у него проблема с какой-то из стрелок значит ранее сюда заливалась водичка так ясно ну ладно выключим передернем слейф клавиатуре надеемся что это у нас проблема с клавиатурой решаем просто передерниванием шлейфа хотя я более уверен что все-таки сюда жидкость попадала теперь нам надо проверить кнопочки зажимаем fn и верхний ряд то есть надо нам найти залипание так тут работает второй ряд работает так и работает 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 не работает стрелка вправо тоже не работает нижние ряды пробел вот эти работы до видите клавиатура частично не работает вот этот ряд полностью не работает почти вот до п вот от о таки не работает жаль очень что клавиатура не работает ну что ж нашим сервисе нашей работе такое бывает придется опять все разбирать все вытаскивать и уже ждать когда придет к нам клавиатура каким-нибудь методом может кто-то у кого-то на разборе найду поставлю до соберу себе компьютер вот а теперь надо будет возвращать все обратно в тот мой старый белый пластиковый если вам понравилось это видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии пока пока до новых встреч